Какой-то дискомфорт ощущаете при нагрузках? В конце дня, может быть? Нет. Иногда поболивают кости, а так никакого дискомфорта, говорит Николай. О том, что в его груди бьется чужое сердце, старается не думать. По словам мужчины, главное, что оно стучит и не болит. Пять лет назад Николай перенес обширный инфаркт. В 2021 году установку кардиостимулятора. Но сердце вновь стало беспокоить. В декабре прошлого года мужчина лег на обследование в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова. И никак не ожидал, что вместо заключения о состоянии здоровья получит от медиков предложение провести трансплантацию. В этот момент, если честно, я очень сильно испугался. То есть там... Так внезапно было это, значит. Ну, тут врачи спокойно, уверенно сказали, что всё нормально. Ну, и этот уверенный голос придал мне этот. Я согласился. Трансплантация – это конечный способ лечения при терминальной сердечной недостаточности. В большинстве случаев таких пациентов спасают эндоваскулярными методиками. Но сердцу Николая они не помогли. Пациент был взят в лист ожидания на трансплантацию сердца. И так сложилось, что в кратчайшие сроки появился подходящий донор. От госпитализации для обследования до трансплантации прошло всего два дня. А уже через неделю Николай отметил свой 51-й день рождения. Для специалистов центра имени Суханова это особый пациент. Трансплантацию сердца здесь проводят впервые. Но, несмотря на уникальность опыта, пермские медики выбрали биковальную методику. Она сложнее предсердной с точки зрения выполнения. Но пациенты после трансплантации таким способом восстанавливаются легче, говорят врачи. Все прошло достаточно штатно. Очень быстро произошел забор сердца. Очень быстро сердце поступило к нам. Мы к этому моменту уже начали операцию у рецептинента. И к тому моменту, когда сердце было доставлено в операционную, мы уже готовы были к трансплантации. Поэтому сам период эшемии с момента забора до момента, когда уже донорское сердце забилось, составило всего 1 час 50 минут. Уже на следующие сутки после операции Николай был в сознании. На вторые начал ходить. Ранний послеоперационный период тоже прошел нормально. Вчера был контрольный этот замер физического состояния. Много сказали на уровне здорового человека. Очень хочу на работу. Пока о работе думать рано, говорят врачи. Но уже можно вернуться домой, к родным и близким. А вот лишние контакты на ближайшие 3-4 месяца стоит исключить, чтобы не подвергать организм лишней вирусной нагрузке. Также придется пожизненно принимать определенные препараты. При соблюдении режима новое сердце может прослужить долго и исправно.